Вам нужно понимать, что если у вас совсем не так, как вы хотите, вам очень важно изменить картину мира, картину то, как вы смотрите на этот мир, и вам нужно проанализировать состояние ваше на сегодняшний день, потому что если у вас, вы вроде такая оптимистичная можете быть, и веселая, и яркая, а внутри может быть глубокая-глубокая печаль. Давайте мы сейчас сделаем такое упражнение, которое я когда-то уже рассылала по базе, но его можно делать практически в несколько раз в месяц. Пишите в столбик на бумажечке 1, 2, 3, 4, 5, 6, вот возьмите бумагу вот таким вот образом, девочки, посмотрите, вот так это должно выглядеть, да, вот так. И пишите, вам нужно написать 16 пунктов слова, слова, которые приходят на ум, вот просто экспромтом, долго не думайте. Приходит одно слово, приходит второе слово, это существительные. Пишите существительные. 16 слов. Мы сейчас определяем ваше эмоциональное и психологическое состояние. Мы сейчас определяем то, на что фокусируется ваше внимание, то, что является одним из самых главных вопросов в вашей жизни сегодня. Вы обдумываете это даже неосознанно. 16 слов. Первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое. Так, девчата, написали 16, а теперь каждые два слова объединяем. Первое, второе объединяем и пишем то, что ассоциацию какую вызывают эти два слова. Одну. То есть из двух слов должно получиться одно. Из следующих двух слов еще одно. И так у вас должно получиться восемь слов. Дальше, смотрите, видите, как пишете? Вот, сначала пишете год 16, а потом объединяете каждые два и пишете следующее слово, которое вызывает у вас ассоциацию. Вот эти два слова объединены одним. Вот у меня, допустим, нежность и забота, два слова подряд. Третье слово, которое получилось, это тепло. Вот у меня это вызывает тепло. Общеизвестный тест, но мало кто в течение года его делает. Те, кто делал, девчата, наше эмоциональное состояние постоянно изменяется. Вы можете делать его несколько раз в месяц. Дальше, эти слова восемь объединяете снова первые два и выделяете третий. Следующие два выделяете третий. Следующие два выделяете третий. И должно получиться четыре слова. Знаете, мы внесем в этот мир то, чем мы наполнены. Если мы наполнены манипулятивными схемами, то мы в других людях видим манипуляции. Если мы наполнены любовью, мы видим в других людях любовь. Если мы наполнены агрессией, мы видим в других людях агрессию. Подумайте о том, что вы несете во внешний мир. Потому что то, о чем вы говорите, то есть вы. Девчата, и вот выделяем, осталось два слова, и делайте анализ итоговый. Вот это последние два слова, каким словом объединены. Вот то последнее, которое у вас получилось, и говорит о том, что у вас на сегодняшний день главенствует в голове. То, что для вас является важным и приоритетным. А теперь посмотрите, вот это то, что для вас является важным. Потому что я от разных людей разное вижу, когда проводят эти тесты. Да и у меня бывает меняется. Бывает, что последние, какие у меня были, это переход в слово. Переход – это в моем понимании трансформация, переход на другой уровень. Сегодня перед вами я заполняла этот тест, когда к вам шла. У меня получилась любовь. А вот у некоторых моих окружающих, знакомых, друзей я видела смысл. Или я видела Бог. Или я видела уныние. И я потом по жизненным результатам этих людей, вот спустя какое-то время, я вижу, насколько вот это слово было ключевым в принятии ими решений в жизни. Потому что определенное наше состояние эмоциональное идет к определенному решению, которое мы принимаем, к определенному взгляду на мир. И через эту призму мы видим мир. Вот, допустим, там девушка пишет, что манипуляции. Через призму манипуляции она видит мир. И таким образом мир ей и отвечает на это. Понимаете? И она имеет такие результаты. Не хочу ни в коем случае никого обидеть, но это факт. Это факт. Поэтому, девчата, вот те ваши цели, они согласованы с этим словом? Если вы хотите 50 тысяч долларов дохода, гармоничные отношения и так далее, и так далее, и так далее, а у вас здесь печаль или боли, разочарование стоит. Это соответствует, что нужно подкорректировать в вашей жизни, какие схемы нужно изменить для того, чтобы ваши желания начали реализовываться. Продолжение следует...